Итак, в Казахстане со следующего года повысится размер месячного расчетного показателя. Планируется, что от этого вырастут доходы казахстанцев. Однако доллар также не стоит на месте. Эксперты прогнозируют удорожание продуктов и услуг. А вот насколько увеличится сумма детского пособия в следующем году? Как получить за рождение ребенка свыше миллиона тенге? И может ли папа рассчитывать на выплаты? Все о декретных деньгах узнавала моя коллега Ардак Камал. Она присоединяется к нам в студию. Ардак, расскажи, какие выплаты полагаются после рождения ребенка и как изменится размер уже в наступающем году? Наталья, добрый вечер. Всего полагается два вида выплат. Это единовременная выплата по рождению ребенка и далее до одного года ежемесячные выплаты по уходу за малышом. В этом году выросла сумма МРП на 146 тенге и до 3063 тенге. Соответственно, выросли и ежемесячные выплаты, и единовременная выплата также немного повысилась. До трех детей она рассчитывается в сумме 38 МРП. Это 116 394 тенге. От четырех и более это 63 МРП, 190 969 тенге. И до одного года на каждого ребенка положено ежемесячное пособие. Получают все, получается, мамы. И сумма этих ежемесячных пособий зависит от того, работала ли мама или нет. Для неработавших женщин предусмотрены вот эти суммы. На первого ребенка это 17 тысяч тенге, свыше 17 тысяч тенге. На второго ребенка 20 859 тенге. На третьего ребенка на 3 тысячи тенге больше. На четвертого и более 27 260 тенге. Также, если мама работала и получала максимальную заработную плату, то при выходе в декрет она получит полтора миллиона тенге. Максимальный порог ежемесячного дохода в следующем году составит 420 тысяч тенге. Мамы, получавшие такую зарплату при выходе в декрет, могут получить полтора миллиона тенге. Это единовременная выплата для женщин согласно больничному листу из-за беременности. Сумма ежемесячного пособия у них будет превышать 100 тысяч тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком оформляется на одного из родителей. Деньги могут отправлять как матери, так и отцу ребенка. Если папа официально трудоустроен, он может получить отпуск по уходу за ребенком. До года он будет получать ежемесячное пособие, сумма которого зависит от его доходов. Но если он выйдет на работу до исполнения года ребенку, то пособия приостанавливают. Важно понимать, что расчет идет от МРП, в котором году родился ребенок. Допустим, если он родился в этом году, когда МРП было 2917 тенге, то и далее он будет получать ежемесячные выплаты соответственно данному показателю. Наталья? Спасибо, Ардак.